Новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! Короткий обзор новостей на сегодня. Знакомимся с Западной Арменией Баберт. Европейский суд по правам человека отклонил все требования Азербайджана и направил срочное уведомление с комитету министров Евросоюза. Президент Азербайджана распространяет ложные тезисы, пытаясь создать искусственные основы военной агрессии против Армении и Арцаха. Фонд Татуян. Погромы армян в Баку – одно из самых кровавых проявлений геноцидальной политики Азербайджана. Давид Бабаян. В провинции Самусад Западной Армении обнаружена высеченная в скале гробница. Европейский союз намерен направить новую наблюдательную миссию в Армению как минимум на два года. Из инокрига Сергея Вартаняна – амшенские армяне, сменившие религию. Город Баберт Западной Армении также известен как Байбурт-Самбатаван. Упоминается как город-крепость – город. В древности административно входил в уезд Спер Великой Армении. В наше время – Безрумский уезд. Баберт расположен у подножия горы Коп в долине реки Чорох по дороге из Трабзона в Карин на высоте 1680 метров на уровне моря. Город с трех сторон окружен невысокими горами. В окрестностях Баберта имеются запасы серебра, медные рудники и минеральные источники. Впервые в истории Армении Баберт упомянул Мовсес Хоренатси в связи с политическими событиями I века. С разделом Армении в 387 году Баберт, входивший в состав мира Карно, также перешел под власть Византийской империи. Как город-крепость и важный торговый центр на транзитной дороге, Баберт часто был объектом внешних завоеваний. В конце XIX века его население достигало 6 тысяч человек. Накануне Первой мировой войны 30 тысяч человек, из которых 10 тысяч – армяне. Баберт был одним из знаменательных центров письменности средневековой Армении и центром епархии. До наших дней дошли рукописи различного характера и содержания, написанные в XIII, XVI и XV веках. Армянская культурная жизнь угласила в 1915 году после геноцида. Город был полностью лишен армянства. Офис представителя Армении по международным правовым вопросам напомнил, что 22 декабря 2022 года Азербайджан обратился в Европейский суд с требованием отменить решение о применении временной меры. В то же время Азербайджан потребовал применить временные меры против Армении, а именно принять все меры, направленные на лечение людей, нуждающихся в неотложной медицинской помощи на оккупированной территории Азербайджана, находившиеся на месте временного размещения российских миротворцев, с призывом избежать каких-либо препятствий в этом направлении. В ответ Офис представителя Армении по международным правовым вопросам в декабре 2022 года и январе 2023 года направил в Европейский суд регулярно обновляемую информацию о тяжелой гуманитарной ситуации в Арцахе вокруг Бердзорской дороги. В то же время Офис представителя по международным правовым вопросам потребовал от Европейского суда незамедлительно направить к Комитету министров Совета Европы уведомление о невыполнении Азербайджаном решения Европейского суда от 21 декабря 2022 года. Западно-Армения по требованию армян Арцаха открыла суд против Азербайджана, чтобы защищать права коренных армян. Последние три иска были приняты в декабре. Ряд исков находится в стадии подготовки. Диктатор Азербайджана в 2023 году в своей речи от 10 января развивает ложные тезисы, выпиющие фальсификации исторических и правовых фактов, называя территорию Республики Армении западным Азербайджаном. Фонд Татуян распространил заявление, в котором в частности говорится, президент Азербайджана этим выступлением разжигает армянофобию и вражду. Ложными фактами пытается создать также искусственные основы военной агрессии в отношении Армении и Арцаха. Вопросы к демилитации государственных границ Армении и армянскому народу открыто угрожают войной. Президент Азербайджана открыто говорит на языке силы и угрозы, используя слова и выражения, которые унижают достоинство всего армянского народа, всего населения Армении и Арцаха. Фонд Татуян выделил и направил некоторые части выступления президента Азербайджана в ОБСЕ, Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации, Комитет Совета Европы по борьбе с расизмом, Комиссаром ООН и Совета Европы по правам человека и других международным организациям. Западная Армения неоднократно заявляла о том, что в оккупированном Азербайджане усиливается проявление расовой дискриминации и разжигание ненависти в отношении соседних стран. Что же касается тезиса о том, что коренные армяне Арцаха могут жить с азербайджанцами, то можно задать нашим соотечественникам всего лишь один вопрос. Где сегодня армяне, живущие в Баку? Бывший министр иностранных дел Республики Арцах эксперт Давид Бабаян считает погромы армян в Баку одним из проявлений геноцидальной политики Азербайджана и одним из самых кровавых случаев. В беседе с Армем Пресс Давид Бабаян подчеркнул, что 13 января 1990 года одна из самых трагических и черных страниц в истории армянского народа. В тот день в столице Азербайджана, Баку, начались массовые погромы армян. Мы должны быть едины, вести правильную политику, формировать образованное и патриотическое общество. Только в этом случае можно будет избежать таких тяжелых испытаний, как погромы в Баку, сказал Бабаян. По его словам, на протяжении десятилетий Азербайджан осуществлял программы по изгнанию армян и погромы в Баку были одним из самых кровавых случаев политики геноцида, проводимой Азербайджаном. Касаясь вопроса о том, какие шаги должны быть предприняты в плане восстановления прав граждан, пострадавших в результате погрома в Баку, Бабаян отметил, В первую очередь нужно привлечь Азербайджан к ответственности и применить санкции. Но международное сообщество вряд ли на данный момент, исходя из своих же интересов, пойдет на этот шаг. На различных международных площадках Западной Армении, говоря о проблемах, стоящих перед государством Армении, особое внимание обращает к Арцаху и правам армян Арцаха. То, что сейчас происходит в нашем регионе, является результатом молчания и безразличия международного сообщества в отношении обязательств. В одном из уездов провинции Самусат Западной Армении во время дорожно-строительных работ оператор строительной машины наткнулся на человеческие кости. Рабочие доложили о ситуации дирекции музея Самусата. Прибывшие в район археологи обнаружили высеченные в скале гробницы римского периода и пять человеческих скелета. В результате экспертизы выяснилось, что костям 1600 лет. Территория взята под охрану. В Западной Армении много подобных армянских каменных и равниц. Армяне, будучи коренными жителями региона, выполняли любую работу обдуманно. К сожалению, кочевники, проникшие в регион несколько веков назад, захватили армянские земли, оставив наши великолепные сооружения на произвол судьбы. Европейский Союз намерен через месяц отправить в Армению новую наблюдательную миссию. На этот раз не на два месяца, а как минимум на два года. Как сообщает Азатутюн, еще на прошлой неделе этот проект был принят в Комитете по политике и безопасности Европейского совета и был утвержден в основной структуре, занимающейся наблюдательной комиссией по гражданским вопросам управления кризисами. В отличие от группы из 40 человек, отправленной в октябре прошлого года, которая была размещена на передовой армяно-азербайджанской границы, на этот раз европейские наблюдатели будут патрулировать уже всю территорию Республики Армения. Как и в предыдущий раз, представители будут безоружены. В Ереване вышла в свет монография армянского этнографа-фольклориста-амшиноведа Сергея Вартаняна под названием «Среда фольклорного повествования «Амшинские армяне, сменившие реликвию». Об этом сообщает Акункнет, основываясь на информации, опубликованной на странице Сергея Вартаняна в Facebook». По словам автора, самая старая версия этого комиса датируется в 1860 году, которая была написана в Шуши. Оригиналы всех рассказов опубликованы в разделе «Монографии». Автор добавляет, что в этой книге впервые в армянской филологии пытаются сравнить фольклор христианских и исландских армян. Также впервые в одной книге собрано около 40 сюжетных историй. И в завершение новостей послушаем музыкальное произведение. Субтитры создавал DimaTorzok Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра!